Паспорт 14-летняя Василиса Сазонова Массаж пальчиков. Сейчас она хорошо расслабила, даёт это делать. Массаж разных частей тела мама Василиса самостоятельно делает по несколько раз в день. Это необходимо для того, чтобы обеспечить нормальное кровообращение. Большую часть жизни девочка проводит лёжа. Любое другое положение тела вызывает боли и дискомфорт. У нас периодически навыки какие-то немножко появлялись. Она стала сидеть потом опять с поддержкой. Но вот целенаправленных действий у неё никогда не было. То есть она не могла сама ползать, вставать, садиться. То есть чувствовалось, что она как телом своим не ощущает, что делают её руки-ноги. Причина практически полный по цели двигательных навыков. Редкое генетическое заболевание обнаружит, которое врачи смогли только, когда Василисе исполнилось 5 лет. Из-за синдрома Ретта подвижная на первом году жизни малышка буквально начала угасать на глазах. До определенного момента, это может быть год, полтора, два, развивается, соответственно, своим возрастом. Затем родители замечают отставание, регресс навыков. И клинические проявления этого синдрома затрагивают двигательную сферу, двигательные нарушения, интеллектуальную сферу, задержка психоречивого развития, неврологические нарушения. А это у нас что с тобой, рябинка, мы с тобой репили её последний раз. Отвечать на вопросы учителя Василиса сегодня может только глазами и редкой, едва уловимой улыбкой. Привычная речь девочке недоступна. На то, чтобы произнести хотя бы несколько звуков, уходит немало сил. Однако своим родным и учителю Василиса всегда старается показать. Она не только слышит, но и понимает людей вокруг. Я начинаю вспоминать какой-то рассказ ей читать, который я уже читала ей в прошлый год. Она начинает улыбаться, ребёнку нравится, потому что она вот это помнит. То есть у неё сохраняется какая-то память. Одно из немногих развлечений, доступное Василисе, прогулка. На улице девочка готова проводить часы напролёт. Однако для того, чтобы перемещаться по улицам, отправляться в любимый парк или просто добраться до ближайшей больницы, девочке необходима специализированная коляска. В старом инвалидном кресле 14-летняя Василиса уже едва помещается. Коляска нужна с откидывающейся спинкой, потому что у неё сколиоз, ей тяжело сидеть долго. Если мы гуляем больше получаса, мы обычно где-то часа полтора-два гуляем, конечно, мы лежим. Помочь Василисе встретить осень в комфортной коляске сегодня можем мы с вами. Для того, чтобы приобрести оборудование, необходимо собрать 200 тысяч рублей. Отправляя смс-сообщение со словом «Чудо» и с суммой пожертвования на номер 7878 или зайдя на сайт проекта www.helpdefeastchildren.net вы жертвуете свои средства на помощь Василисе и другим героям проекта «Ты ему нужен». Вместе помогать легче. Сегодня именно «Ты нужен» Василисе Сазоновой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова